Транспортная инфраструктура рассыпается. Зима добила и без того аварийный Лисичанский мост по улице Первомайская. Дорожное покрытие на мосту, как и по всей области, в жутком состоянии. Яма на яме. Через этот мост ездят и грузовые машины, но из-за глубоких выбоин движение медленное. Это приводит к большой нагрузке на несущую конструкцию. Планирует ли Лисичанский горсовет восстанавливать мост, узнавал Александр Рыбальченко. Движение машин через Лисичанский мост по улице Первомайской интенсивное. Поэтому дорога, как и сама конструкция моста, пришла в негодность. Многочисленные ямы и неровная поверхность. Этому мосту 30 лет. После постройки капитального ремонта здесь не проводилось ни разу. Полиция считает, что этот мост находится в аварийном состоянии, но движение здесь останавливать нельзя, так как только через этот мост может ездить грузовой транспорт. Дорожное покрытие, к сожалению, не соответствует ДСТУ 3580797. Дорожное покрытие требует ремонта. Этот мост является у нас одним, который пропускает грузовой транспорт. Через него идут все потоки транзитного транспорта, которые свыше 3,5 тонн. Сейчас, как говорят коммунальщики, необходимо сделать проект, чтобы начать работу восстановления моста по улице Первомайской. Прогнозируют, что на это может уйти более 50 миллионов гривен, которых в городском бюджете нет. В их силах только латочный ремонт ям. На сегодняшний день мы можем сделать только текущий ремонт дорожного покрытия. Делать капитальный ремонт дорожного покрытия на мосту мы не можем без проекта, потому что мост – это несущая конструкция и рассчитана нагрузка на каждый сантиметр его. Луганской областной администрации говорят, что Лисчанский мост – не единственный в области, которая подлежит ремонту. Есть и те, которые полностью разрушены после военных действий. На сегодняшний момент в Луганской области есть 6 мостов, разрушенных во время проведения антитеррористической операции, которые находятся на балансе у службы автомобильных дорог. Как долго ждать реконструкции моста, никто не знает. Людям остается только надеяться, что в скором времени Лисчанский городской совет выделит деньги на разработку проекта. Александр Рыбаченко, Александр Буряк, Роман Царевский, Пудии.